камера мотор кина не будет вот то хочется поехали искать воду по дороге пока ехали вальяжно перешла уточка прям перед нами спустилась в канавку поплыла и мы решили остановиться ее заснять потом позвонили друзья и мы решили поехать в янтарный на поляну вот и не встречаемся дружеские рукопожатия самый опытный среди нас олег проверяет снаряжение кто что не так сделал помогает перед погружением это стандартное правило проверка оборудования друг у друга проверка снаряжения подстраховываемся смотрим чтобы все было в порядке спускаемся к воде готовимся к погружению у всех отличное настроение все веселые счастливые хороший солнечный день нас ждет вода голубая и прозрачная последние приготовления происходят на берегу озера вода сегодня 3 градуса я решил нырять в мокром костюме костюм у меня довольно теплые восьмерка на руках трехпалые перчатки носки 9 миллиметров мой напарник стас он сухом костюме при планировке погружения мы решаем сегодня сходить в яму посмотреть у меня очень опытный напарник он идет впереди я за ним следом плывем неспешным темпом релаксируем рассматриваем справа слева затопленный лес очень красиво все вот велосипеды еще в том году рома гонял на велосипеде на одном но цепь не смазал колеса не подкачал забросил и вот велосипеды теперь лежат никому не нужные рома даю тебе подсказку отвези пожалуйста велосипеды на сервис плывем дальше пока стас демонстрирует великолепный трим я держусь позади напарника знак все отлично дайверский окей стас очень внимательно проверяет не отстал ли я от него дальше мы двигаемся вперед к яме когда-то этот карьер не был затоплен и на дне за это время внизу карьера выросли деревья довольно большие сейчас мы подплываем к старой немецкой лодке не знаю конечно какого она года но она очень старая потому что сама конструкция постройки и предусматривает заклепанные борта доски не просто сложены они склепаны между собой это немецкая технология постройки лодки великолепно сохранилась можно сказать музейный экспонат каждый раз я люблю тщательно и рассматривать это лодка просто произведение искусства она расположена на глубине 9 метров разбитая посуда бутылка интересная и вот здесь четко видно что на бортах клепки мы не останавливаемся двигаемся дальше яма уже скоро сейчас после лодки начнется плавный спуск вот за этим камнем плавно глубина начнет увеличиваться каждый поход в яму сопровождается небольшой тревогой и волнением глубина ямы достигает примерно 20 метров на такой глубине обычно давление сильно сдавливает тело и костюм и возникают такие необыкновенные ощущения стас показывает что мы должны идти рядом ближе вместе вот начинается вход в яму 13 метров температура воды 3 градуса мы потихоньку двигаемся вперед стас немножко впереди я совсем близко рядом мы страхуем друг друга стас включает фонарик чтобы лучше видеть удивительное природное явление на самой яме на дне озера есть еще одно озеро оно состоит из ила белого рыжего и выглядит великолепно просто ну вот уже 17 метров примерно можно идти конечно дальше мы зависаем над этим белым озером красивым стараемся здесь не мутить воду немножко выше приподнимаемся и в этот момент тут стас сейчас обнаружит что у него потекла перчатка давление сжало сильно костюм и в перчатке пошла вода внутрь ну и так как холодно мы решаем двигаться в обратном направлении разворачиваемся все таки вода ледяная и чувствуется холод очень сильно особенно при большом давлении 3 атмосферы а сейчас мы подплываем к старой немецкой рельсе и она вся под ней вот собрались скопились много раков они прям друг за другом все сидят вот какие крупные клешни большие большие огромные раки голубые раки это которые эти раки водятся здесь на Синявинском озере они нашли себе здесь убежище и сидят под этой рельсой мы конечно не будем их тревожить очень красивое зрелище потихонечку будем из ямы выходить наверх ноги уже начинают подмерзать руки подмерзают я вижу что у Стаса пальцы стали колом он старается уже ими шевелить немного чтобы их прогреть здесь вот на дне еще растет мог зеленый очень красиво потом встретили еще бычка непонятного больного он весь покрыт какой-то коростой белой заболел какой-то болезнь непонятной плывем дальше потихоньку выходим из ямы честно скажу я уже тоже замерз сильно в мокром костюме конечно не так хорошо комфортно как в сухом здесь еще по дороге мы наталкиваемся еще на развалины одной старой немецкой лодки она более древняя выглядит вообще уже одни останки развалины по ним можно посмотреть как строилась лодка практически от нее уже ничего не осталось теперь на пути у нас еще появились раковые ловушки сюда часто попадают раки мы по возможности их вытаскиваем и спасаем этих раков бедных несчастных они не могут выползти из этой ловушки никак я достаю отсюда раков отпускаю их на свободу так и Очень часто под этими буйями прячется рыба. Окуньки, вот окунёк спрятался, видно его там в глубине, бычков много присутствует. И напоследок нахожу ещё красную машинку. Спасибо за просмотр, дайвинг окончен, начинается декомпрессия. Буду очень рад вашим вопросам, комментариям. Если понравилось, ставьте лайк. Всем спасибо. Ну, прозрачок будет, надо ловить, когда прозрак хороший, и надо ночное делать. И сезон прошло успешно. Паша! Молодцы! Пригодите к нам учиться! Обязательно! Мы научим вас быть здоровыми и весёлыми! Всё, всем пока! Кваша? Всё, я готов! Всем привет! Рома, давай! Всё, у меня готово! Я рад! И теперь передаю привет всем участникам группы, кто сегодня не нырял уже в видео. Это, да, видео. Порвались костюмы. Поныряли хорошо! Дайверы дают привет не дайверам, не дайверам. Которые не ныряли сегодня. В яме холодно и фигово. Лучше дома, на диване. Паша рассказал историю ещё раз. Ура! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова